Привет! Сегодня мы хотим рассказать о удивительном человеке, чей пример помог миллионам людей поверить в себя и обрести свою мечту. Моя жизнь по сути сказка. Жил-был бедный парень из деревни, спал на полу, не было кровати, не знал, что такое телевизор и холодильник. Ну кем я мог стать у себя дома? Разве что коров пасти. Однако у меня была мечта, и я не сдавался, пока она не осуществилась. Главное верить и не опускать руки, а все остальное получится. Арнольд Шварценеггер родился в 1947 году в австрийской деревне Таль. Его отец работал начальником местной полиции, а в 1938 году стал членом нацистской партии. Родители держали детей в ежовых рукавицах. Арнольд не был любимчиком, так что больше внимания родители уделяли старшему сыну Мейнхарду. Отец настоял на том, чтобы Арнольд занялся футболом. Парень не смог ослушаться, но в 14-летнем возрасте решил заняться культуризмом. Арни каждый день посещал тренажерный зал, что стало причиной скандалов с отцом, не терпящим неповиновения. В 1971 году родной брат Арнольда Мейнхард в состоянии опьянения попал в аварию и погиб. Арни не приехал на похороны брата, также он не пришел на похороны отца год спустя. Сила не приходит от победы. Силу формирует борьба. Когда вы превозмогаете сложности и решаете не сдаваться, это и есть сила. В 18 лет Арнольд пошел служить в армию. Отслужив, перебирается жить в Мюнхен. Там Арни взяли на работу фитнес-клуб. В это сложное время с деньгами у парня было настолько туго, что спать ему приходилось прямо на полу тренажерного зала. Несмотря на все трудности, он продолжал тренироваться и идти к своей мечте. Арнольд изначально хорошо понимал и часто писал о роли мышления в бодибилдинге. Тренируясь, он всегда на 100% концентрировался на том, что делал, что позволяло ему достигать максимальной интенсивности занятий. Вот как он описывает работу мозга во время тренировок. Во-первых, вы должны однозначно верить в то, что сможете нарастить мускулатуру. Точно так же, как вы можете отдавать команду вашим мышцам поднимать тяжести, даже когда кажется, что они неподъемные. Известно также, что Арнольд активно использовал техники визуализации. Он представлял, как растут его бицепсы и другие мышцы. И с помощью воображения умудрялся заставлять собственную мускулатуру развиваться именно так, как он видел. Поскольку целью Арнольда было стать лучше всех, он знал, что и тренироваться ему нужно больше всех. На самом деле, тренировался он настолько увлеченно и интенсивно, что окружающие замирали и начинали за ним наблюдать. А он не обращал внимания и продолжал тренироваться. Все его мысли в этот момент были сконцентрированы на мышцах, над которыми он работал. Для него тренировка, на которой вы не выкладываетесь на все 100%, всегда была пустой тратой времени. Людям свойственно отдавать предпочтение тем упражнениям, которые им легче даются, и работать над теми частями тела, которые у них и так более развиты. Арнольд настаивает на том, чтобы делать наоборот, не пряча свои недостатки, а работая над их устранением. Также, для того, чтобы достичь успеха, как в бодибилдинге, так и вне его, вы должны иметь как можно больше знаний. Уверен Арни, непрерывно изучая новую информацию и экспериментируя с новыми подходами, вы лучше научитесь понимать, какие вещи для вас работают, а какие являются пустой тратой времени. Поскольку все люди разные, вполне вероятно, что для вас программа подготовки Мистера Олимпия не сработает, зато подойдет что-то другое. И вот в 1966 году, после нескольких лет тяжелых тренировок, Арнольд попадает на вторую ступень конкурса Мистер Вселенная. Следующий год приносит ему долгожданный титул Мистер Вселенная 1967, а в 1968 издатель журналов о бодибилдинге Джо Вейдер пригласил Шварценеггера в США. Там Арни смог взять участие в конкурсе Мистер Вселенная 1968, организованном IFBB. После занятого второго места, немецкий культурист, нацеленный исключительно на победу, сначала впадает в уныние, но ненадолго. Арнольд усиленно тренируется и вскоре вырывает две победы на конкурсах Мистер Вселенная – NABBA и IFBB. В 1970 году равных Шварценеггеру уже не было. Пять лет подряд Арнольд остается бессменным обладателем титула Мистер Олимпия и становится легендой. Он действительно сумел достичь вершины в этом виде спорта. Жим лежа атлет выполнял с максимальным весом 220 кг. Максимальная становая тяга составляла 330 кг на одно повторение, а приседал с рабочим весом 240 кг на 8 повторений. Объем груди Арнольда составлял 135-145 см. Именно эта часть его тела является эталонной и наиболее развитой. Две огромные пластины на грудной клетке Арнольда до сих пор являются эталонными, а размер бицепса Шварценеггера составлял 54-57 см, в зависимости от формы и времени выступления спортсмена. Спортивную карьеру Шварценеггер завершил после 1980 года. Его вклад в популяризацию бодибилдинга считается колоссальным. Тот же самый подход, который Арни применял в бодибилдинге, он использовал и в других сферах деятельности, что помогло ему добиться действительно грандиозных результатов. Вы ограничены только своим разумом. Если ваш разум способен принять тот факт, что вы способны на что-то, вы справитесь, если на 100% верите в свои силы. С 1969 года Шварценеггер, как и многие его кумиры, начинает сниматься в кино. Но проблемой Арни оказалась чересчур большая мышечная масса и ощутимый немецкий акцент. Поэтому начинающему артисту дают лишь эпизодические роли. Чтобы не остаться и дальше на заднем плане, Арни посещает уроки актерского мастерства, снижает вес и избавляется от акцента. Кинематографическая биография Арнольда Шварценеггера начинается с фильма «Геркулес в Нью-Йорке». Поначалу Шварценеггер настолько неважно играл, что нередко становился номинантом антипремии «Золотая малина». Комик Робин Уильямс даже пошутил, что меньше слов, чем Арнольд Шварценеггер, сказала только шотландская Коли Лесси. Настоящей кинозвездой Шварценеггер становится в 1982-м, после выхода ленты «Конан Варвар». Критики в картину забраковали, зато зрители заполонили кинотеатр под завязку. В 1984-м выходит картина Джеймса Кэмерона «Терминатор» и Арнольд Шварценеггер становится героем боевиков. А с выходом таких кинохитов, как «Команда» и «Хищник», он лишь укрепляет это амплуа. Артист изо всех сил старается уйти от прилипшего образа безмолвного железобетонного убийцы. С этой целью он снимается в комедиях. Когда артисту удалось получить роль в комедии «Близнецы», он даже не потребовал гонорара, а только процент с продаж. Картина получила огромный успех у зрителей. Теперь Шварценеггер снимается в комедиях не реже, чем в боевиках. Такие комедийные ленты, как «Детсадовский полицейский», «Правдивая ложь» и «Джуниор» доказали всем, что Арни не только герой боевиков. В 1991 году на большие экраны вышел фантастический боевик «Терминатор 2. Судный день», который считается самой известной картиной Шварценеггера. После успеха идет очередной спад. Ленты «Конец света». Шестой день. И возмещение ущерба получили нелестные отзывы. Но в 2003 году вышло долгожданное продолжение «Терминатор 3. Восстание машин». После этой картины 56-летний Шварценеггер ушел из кино. В том же году актер победил на выборах и стал губернатором Калифорнии. Съемки на этот период прекращаются. Но вот после губернаторства «Железный Арни» возвращается в киноиндустрию. В 2013 году на экранах появляется картина «Возвращение героя» с Шварценеггером в главной роли. В том же году поклонники Арни смотрят фильм «План побега», где Шварценеггер играет вместе с Сильвестром Сталлоне. В апреле 2014-го артист работает на съемках фантастического боевика «Терминатор Генезис», где играет терминатора Т-800. Премьера картины состоялась летом 2015-го. За свою актерскую карьеру Арни снялся в 26 фильмах. Деньги не приносят счастья. У меня сейчас 50 миллионов, а счастлив я ровно так же, как и тогда, когда у меня было 48 миллионов. В 30 лет Арнольд Шварценеггер стал миллионером. Его деньги приумножились благодаря грамотным финансовым вложениям. У него был открыт бизнес по почтовым рассылкам и основана строительная компания «Пампинг Брикс». Кроме всего прочего, Арни занялся недвижимостью. Но сердцем его финансовой империи стала компания «ОАК Продакшнс», через которую проходят все отчисления Шварценеггеру с продаж фильмов, видеоигр и комиксов. Помогайте другим и отдавайте что-то миру. Я гарантирую, что помощь людям не только улучшит жизнь других людей и мир вокруг вас, но придаст новое значение вашей собственной жизни. В этом ее величайшая награда. В 2003 году Арнольд стал 38-м губернатором Калифорнии. В своей деятельности Шварценеггеру пришлось натолкнуться на мощную оппозицию, которая сумела существенно понизить его рейтинг. И все же губернатор в 2006 переизбирается на второй срок и руководит до 2011 года. Запомнился жителям Калифорнии Шварценеггер проведенной кампанией, направленной на снижение расходов. Пример подал лично, отказавшись от зарплаты. И все же острый бюджетный дефицит губернатор преодолеть не смог. Его попытки наполнить казну путем сокращения госслужащих и повышением налогов неизменно сопровождались протестами профсоюзов. Штат, которым руководил Арнольд Шварценеггер, наиболее пострадал от последствий мирового кризиса. А сегодня, несмотря на свои годы, Арни продолжает посещать тренажерный зал и активно занимается развитием кинематографа. Кроме того, он так и не оставил мечту стать президентом США, для чего активно лоббирует проект по изменению Конституции Соединенных Штатов, согласно которой главой страны может стать только коренной американец. На сегодня все. Спасибо за просмотр. Если тебя заинтересовал принцип визуализации, позволяющий достигать поставленные цели, и ты хочешь узнать, как его использовать, рекомендуем изучить полезную литературу. Ссылки в описании. А какой фильм Арнольда Шварценеггера нравится тебе больше всего? Расскажи в комментариях. Не забываем. Лайк и подписка – лучшая благодарность автору за работу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова